Вопрос дня в эфире Первого Приднестровского в студии Виолетта Ганина, Лидия Солкуцан. Здравствуйте! Сегодня говорим о нападении на военкомат. Дело поджигателя Димова уже близится к финалу. Вирусы атакуют приднестровцев, об этом тоже будем говорить, а также о том, как работает наше представительство в России. Дело поджоги военкомата близится к финалу. Верховный суд уже рассмотрел и изучил практически всю фабулу дела, представленные доказательства. Это была, скажем так, основная часть судебных всех рассмотрений. Приняи должны уже начаться совсем скоро, со следующего заседания. Это, можно сказать, уже финальная часть будет, но потом вердикт. Это объявлен перерыв судом в судебном заседании до 18 февраля. 18 февраля планируется провести судебные премии сторон. Следствие установило, что обвиняемый Александр Димов вместе с подельником 13 мая 2022 года отправились к зданию столичного военкомата. Бросили бутылки с зажигательной смесью, три бутылки, в окна военкомата. Задание выполняли по поручению сотрудника спецслужбы Молдовы. Это был Ион Лозан. Накануне в специальном разговоре прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий отметил, что это дело чистой воды политиков. Предлагаю послушать. Однозначно усматривается след спецслужб соседнего государства, республики Молдова. Совершенно очевидно, что это было сделано с целью осложнения общественно-политической обстановки в нашем государстве. Нагнетание ситуации, страх среди населения и прочие негативные моменты, которые в таких случаях возникают. Димова, кстати, задержали уже через пять дней после нападения на военкомат. Он сам житель Кишинева, гражданин Молдовы. К нам сюда приезжал довольно-таки часто к своей девушке. Ну, вот такая вот любовь, наверное, была. И вот в этот раз, после совершения своей диверсии, он опять решил вернуться. Это, конечно, был целый триллер, как оперативники его вычисляли. Все его пути, тропы, как он добирался сюда. А задержали его на блокпосту. И, кстати, вот когда они действительно и сработали, которые были установлены из-за того, что желтый код террористической опасности, после первого нападения на здание МГБ, вот тоже диверсантов. И поэтому, конечно, вот они в действии, эти блокпосты, которые помогли задержать злоумышленника. У меня тогда возник, знаешь, Виолетта, такой вопрос. Зачем человек, совершивший такое преступление, возвращается опять в Приднестровье? Я имею в виду Димова, да? И он потом, как стало известно в ходе следствия, он сказал о том, что его куратор, вот этот Иоанн Лозанн, который ему поручил все это нападение, он сказал ему, все в порядке, не переживай, в Приднестровье все спокойно, никто тебя не ищет и никому ты не нужен. Ну вот сам уровень профессионализма этого куратора спецслужб, ну он, конечно, вызывает удивление. Кстати, и как Димов вообще попал на эту уловку? Помнишь, когда он рассказывал тоже во время следствия, что задержал его этот Лозанн в Молдове, когда предъявил ему... Обвинение. Задержал, да, за наркотики, и таким образом, а у Димова уже был условный срок за хулиганство, и вот таким образом просто взял на крючок. У меня вот приняли этот Иоанн, еще один какой-то сотрудник. Предъявили удостоверение, вытащили у меня из кармана содержимое, и протоколов не было, ничего не было. Все было договоренность в автомобиле. То есть он хотел, чтобы я ему слил каких-то дельцов. Обменялись номерами, то есть я как бы с этим Иоанном соединялся все время по Ватсапу. Какими он сказал? Сольешь мне большую точку, разошлись края. Виолетта, кстати, обратила внимание, как спокойно Димов рассказывает, как это все произошло, его знакомство с Лозанном. То есть никакого волнения, видно, что человек без нажима, без давления. И вот сейчас для телезрителей кадры как раз вот этого, как шло саморазбирательство, как шло следствие. И тоже видно, что спокойно, уважительно к нему обращаются оперативники. Он все рассказывает, все показывает, как он это делал, как готовился к преступлению. Все чинно, все достойно. Потому что думал, что судить будут за хулиганство, чего такого. А потом, когда понял всю степень глубины вот этого преступления, которое вот сейчас доказывает следствие и разбирают в суде. И вот наверняка он испугался, что сейчас может надолго сесть в тюрьму. И Александра Димова обвиняют по двум статьям. Диверсия и теракт. Он и поэтому перестал сотрудничать со следствием. И сейчас ему грозит 30 лет тюрьмы. Поэтому, конечно, возможно, именно поэтому показания и меняют. Здесь по справедливости, конечно, к ответственности к суду надо привлечь. И кураторы подельника, они оба объявлены в розыск. Но, как известно, находятся на территории Молдовы. Ну, это наши оперативные службы уже предполагают, что они на территории Молдовы. А там где они, мы не знаем. Но факт в том, что Молдова сотрудничать по этому делу отказывается категорически. И прокурор, когда направлял письмо, соответственно, коллеге своему из Молдовы, то получил, как он отметил, ни ответа, ни привета. Давайте послушаем. Мною было направлено письмо непосредственно в адрес исполнявшего обязанности генерального прокурора Республики Молдова Робу четким и однозначным предложением принять участие в совместном расследовании обстоятельств этого дела. Ну, естественно, ни ответа, ни привета. Ну, письма с предложением разобраться в ситуации, в том числе, европейским партнером направлял и президент Вадим Красносельский, и наш МИД. Но официальный Кишинев блокировал все попытки совместного сотрудничества. Собственно говоря, мне кажется, неудивительно. То есть, если все это дело провоцировал и сотрудник молдавских спецслужб, то понятно, что на сотрудничество они не пойдут. А уж потом, помнишь, тоже был момент, когда потом руководитель СИБА ушел в отставку. То есть, ну, понятно, что... Когда дело стало все раскрываться. Раскрываться, и этот маховик развернулся. Я думаю, они и сами не ожидали, что будет такой поворот. Поэтому, конечно, все это звенья одной цепи. И собирать их будут уже и следствия, и суд выносить свое решение. Четыре года официальному представительству Приднестровья в России. Там помогают нашим соотечественникам, которые уехали жить в России, либо работают сейчас, либо там находятся по определенным причинам. То есть, они не брошены, они с нашими. И сейчас хочется напомнить, что официальное представительство открыли в 19-м году, именно 22-го января. Оно находится недалеко от Арбата, в центре Москвы, на улице Поварская, 11, а по соседству два посольства Кипра и Норвегии. Ну, а с нами на связи бессменный, скажем так, глава представительства Приднестровья в России, Леонид Монаков. Леонид Афанасьевич, здравствуйте, и с праздником вас! Здравствуйте! Сейчас десятки тысяч приднестровцев учатся и работают в России. Ситуация так складывается, что некоторым нужна помощь. Мы знаем, что обращаются к вам, обращаются в наше представительство в России. Леонид Афанасьевич, с какими проблемами чаще всего обращаются, и как удается помочь? Может быть, конкретные примеры, случаи какие-то? Да. Вы знаете, ну, вот я так чуть-чуть небольшое отступление. Вы знаете, когда мы открылись, в соответствии с стратегией развития Приднестровской Молдавской Республики, и когда первые посетители, когда к нам приходили, они говорят, о, это наш родной островок. Почему? Потому что они ходили, значит, по разным кабинетам, понимаете, разным ведомствам, организациям, находили непонимание. А здесь приходят, а им улыбаются, их встречают, и стараются оказать содействие. И оказывали содействие многим-многим. Значит, практически ежегодно около двух тысяч человек к нам приходят. Пишут письма. В период пандемии эта цифра была гораздо больше. В этом году было 1985, пришли человек. Какие проблемы прежде всего? Это получение пенсии, водительские удостоверения, признание документов преднестровских здесь, в Российской Федерации. Сроки паспортов Российской Федерации, мы говорим, зарубежные, заканчиваются. А ситуация в связи с тем, что сегодня проходит специально военная операция, все это гораздо осложнилось. И вот пенсионеры практически, ну, учитывая, что дорога стала очень дорогая, выехать невозможно, мы подумали, значит, да, и решили эту проблему. Через нотариата России, через нотариуса России, непосредственно на родственников оформили доверенность, и в данной ситуации люди сегодня здесь находясь получают свою заработанную вот эту пенсию. Это вопрос был, конечно, не маловажен, это было сложно, но, тем не менее, мы ее решили. По водительским удостоверениям был тоже такой момент, и сегодня еще возникают такие обстоятельства, когда наши водители приходят, при замене водительских удостоверений, от них требуют, чтобы они оплатили еще и обучение. Однако мы конкретно, во-первых, и на сайте нашем, мы дали разъяснение, и здесь мы конкретно даем, а иногда и письменно даем, с тем, чтобы они предъявили, значит, инициатору, кто требует у них вот эту оплату за обучение. Это положение федерального закона, постановление правительства и приказ МВД России в этом направлении. Но у вас действительно островок Приднестровья в Москве, потому что, насколько мы знаем, все консультации вы оказываете бесплатно, и это действительно неоценимая помощь, особенно в нынешней ситуации, когда столько сложностей у людей. Ну а сейчас перейдем к масштабному. Вы неоднократно выступали на площадке ООН, говорили там о Приднестровье и там слышали правду о нас. Вот ваш голос был голосом всего Приднестровья. Как вы сейчас считаете, Леонид Афанасьевич, вот вы планируете продолжать эту работу, особенно сейчас, когда Молдова принимает закон о сепаратизме, по которому практически каждый Приднестровец становится преступником. Вот мы уверены, что в ООН нужно и об этом говорить, защищать наши права, отстаивать нас. А вы что скажете, Леонид Афанасьевич? В феврале месяце, точно дату я не могу сказать, мы сделаем свое заявление на сессии Совета ООН по правам человека. Решение молдавского правительства грубо нарушает договоренности, достигнутые в формате 5 плюс 2, которые гарантировали Приднестровью соблюдение прав мирного урегулирования, свободу передвижения, социально-экономическую деятельность. Однако, кроме того, Молдова грубо нарушает основополагающие принципы, заложенные в уставы ООН, о праве нации на самоопределение. Если говорить не только об организации объединенных наций, но и о других международных площадках, и в том числе о площадках, которые предоставляются для Приднестровья в России, в Москве, какие мероприятия запланированы на этот год, чтобы больше людей узнало о Приднестровье? Здесь вот в Москве, ну, первое, я еще раз говорю, когда мы встречаемся, мы всегда еще раз рассказываем и говорим о приднестровском народе. Понимаете? Это вопрос очень-очень важный. И доводим это до представителей государственных общественных организаций, депутатов различных уровней, до руководства России. Я хочу сказать, что буквально недавно мы, я там непосредственно участвовал, заместитель, глава официального представительства, Неборский, Михаил Юрьевич. Это на Международной Ассоциации Русскоязычных Адвокатов мы доводили эти проблемы, которые существуют, до Международного Совета Российских Соотечественников, который объединяет около 50 государств. И с ними находятся конкретно наши контакты. Со многими мы познакомились, я лично познакомился со многими. Я там выступил от имени президента Приднестровской Молдавской Республики. Кроме того, буквально вот за последнее время непосредственно мы участвовали в общественном, на общественном палате Совете Горчакова, где выступили и довели до общественности те проблемы, которые у нас сегодня существуют, о нарушении прав Приднестровцев. Мы принимали участие непосредственно в общественной палате Российской Федерации и на Совете Федерации лично присутствовал и министр иностранных дел Виталий Викторович, где объективно, полно дал развернуто такую ситуацию, где с пониманием и очень внимательно выслушали. И это, конечно, взимание имеет очень большое, я хочу сказать, значение. Ну, Приднестровье открыто к диалогу. Здесь у нас неоднократно подчеркивалось, что мы за переговоры в любом формате. Мы готовы договариваться, поддерживать дружеские взаимоотношения и Приднестровье достаточно долго сотрудничает с Абхазией, с Южной Осетией. И вот как раз 22 января был подписан первый договор о дружбе и сотрудничестве с Абхазией. И этот договор работает и сейчас. Леонид Афанасьевич, ну, вопрос такой, лирический, да, как бы о том, что мы дружим многие годы, вы знаете, и эта дружба продолжается. Да, конечно. Вопрос звучит такой. Вот наше представительство в Москве, оно сотрудничает с посольствами Абхазии, Южной Осетии, в России. Эта работа идет? Вы расскажите об этом. Конечно, мы сотрудничаем, мы встречаемся. Лично я представлял Приднестровье на инаугурации президента нынешнего Алана Гоглоева, президенту Вадиму Николаевичу. Самые теплые слова были переданы министру иностранных дел Виталию Викторовичу. И мы находим понимание, сотрудничаем и вместе работаем. Нам пора задавать вопрос дня. Представительство Приднестровской и Молдавской республики работает уже 4 года в Москве. Леонид Афанасьевич, какие можно подвести итоги? Ну, вы знаете, первое, что, ведь задача стоит развитие социальных и культурных связей в Приднестровье. Выход на международные площадки. Мы, непосредственно находясь здесь, в России, мы тщательно встречаемся, изучаем те проблемы, которые возникают. Обсуждаем, выносим их как раз на круглые столы. Обсуждаем, доводим непосредственно до общественности, до государственных органов, непосредственно депутатов Государственной Думы, Совета Федерации, общественной палаты. Вы знаете, Международная Ассоциация Русскоязычных Адвокатов, Международный Совет Российских Адвокатов. Кроме того, мы непосредственно работаем очень плотно. Это Брод Александр Семенович, буквально по поводу сепаратизма. Мы постоянно здесь встречаемся. И многие, многие вопросы мы здесь обсуждаем, находим непосредственно планы, вырабатываем свои по решению данной проблемы. И вот, в частности, буквально наша последняя встреча, мы обсуждали. Александр Семенович опубликовал это. И конкретно, со всей стороны, мы планируем направить обращение в МИД России, в профильные комитеты Государственной Думы, Совета Федерации, с тем, чтобы обратить внимание на обострение ситуации вокруг Приднестровья, эскалацию конфликта со стороны Молдовы. На декабрьской встрече СПЧ с президентом Российской Федерации Александр Семенович эту тему также поднимал. Я хочу что сказать. Мы четко сейчас прописали план непосредственно взаимодействия и со всеми вот этими общественными организациями работы на 23-й год. Работа предстоит непростая, сложная, большая, но, тем не менее, мы планируем и думаем, что результаты, они будут положительны. Спасибо вам большое. Доброго здоровья. ОРВИ, ОРЗ, грипп, тысячи новых случаев каждую неделю, рост. Что происходит, какая у нас эпид-обстанока? Сейчас все узнаем с нами на связи Наталья Берил, главный государственный санитарный врач Республики. Наталья Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Ситуация, конечно же, на сегодняшний день у нас неблагополучная в Республике по острым респираторным вирусным инфекциям. Хочу сказать, что за неделю в Республике в целом зарегистрировано 4010 случаев острых респираторных вирусных заболеваний и гриппа. Среди детей у нас до 14 лет имеется рост заболеваний, что на 2,7% выше предыдущей недели. И хочу отметить, что на 29,4% выше аналогичного периода прошлого года. Наталья Васильевна, то есть мы понимаем, что цифры растут и рост заболеваемости с каждой недели все выше и выше. Вопрос это уже эпидемия или мы только приближаемся к ней? Мы уже в эпидемическом периоде и эпидемический период у нас был начат еще 2 недели назад. Наталья Васильевна, вот вы сказали, что у нас есть проценты по РВИ, ОРЗ, гриппу. Если на прошлой неделе вы говорили, что более 30 про подправили в лабораторию в Кишинев и 10 подтвердили. Есть гриппа, этот вот свиной грипп, о котором мы говорим, он у нас был в 2009 году. Сейчас уже на данный момент по последним цифрам сколько случаев гриппа у нас подтвердилось в Приднестровье? И так ли он у нас активно распространяется как ОРЗ и ОРВИ? По дозорному эпидемиологическому надзору, то есть то, что отвозится в лабораторию города Кишинева, то хочу отметить, с 3 января по сегодняшний день было отправлено 34 пробы. В 10 пробах выявлен вирус гриппа А. Наталья Васильевна, вот буквально стало известно о том, что в Молдове очередная смерть от гриппа и одновременно от коронавируса, так называемого флюрона, о котором много уже говорится. Какова ситуация у нас в Приднестровье? Есть ли зафиксированные случаи, когда обоюдно две болезни сразу? Совершенно верно. Вы говорите о том, что данный вирус флюрон это одновременно заражение коронавирусной инфекцией и гриппом. Что касается у нас на территории, то возможно данный вирус он циркулирует как в Молдове, так и у нас. Конечно же у нас лабораторно не подтвержден, поэтому сказать о том, что он уже у нас циркулирует, мы пока не имеем права. Сегодня у нас такая тоже значимая дата, 23 января 2020 года, то есть три года назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса. И в принципе мы помним этот период, мы помним эти сложности и карантинные меры, когда все сидели дома, когда носили маски, когда в панике многие сходили с дезинфицирующими средствами, мыли руки, но в то же время мы помним, что простудных заболеваний гриппа не отмечалось. Сейчас, когда пандемия закончилась, все, видно, забыли опять о профилактических мерах, раз у нас снова такой рост вирусных заболеваний, хотя коронавирус это тоже вирусное, но мы говорим уже не только о коронавирусе, опять рост гриппа, может быть, призовем опять наших преднестровцев и гостей преднестровья не расслабляться? Что касается коронавирусной инфекции и гриппа, то хочу сказать, что это цикличность вирусов и когда у нас появилась коронавирусная инфекция, то, соответственно, она вытеснула у нас ОРВИ и грипп. Сейчас, как мы видим по анализу коронавирусной инфекции, то ее стало значительно меньше, она идет у нас допустим в республике на спад и большой спад по сравнению с прошлым годом этого периода и, соответственно, у нас сейчас преобладает ОРВИ и грипп. Также хочу призвать всех наших граждан к тому, что необходимо соблюдать меры предосторожности и в общественных местах, конечно же, одевать маски по желанию. Также моем руки с мылом, приходим, смываем лицо, также необходимо промывать мылом нос. Ну, и, конечно же, дистанция среди общения своих близких и вообще знакомых. При чихании и кашле, конечно же, прикрывать рот салфеткой, либо, если мы кашляем, то в локтевой сустав. Так, если ты, конечно же, заболел, то необходимо находиться дома, дабы не распространять данную инфекцию. Ну что ж, давайте подведем итог. Наталья Васильевна, понятно, что когда становится холодно, мы начинаем болеть больше, и понятно, что вот мы уже знаем, что сейчас эпидемия, и все-таки хочется узнать, когда будет полегче, когда закончится эпидемия, и когда мы сможем выдохнуть и расслабиться. Это вопрос дня, и на ответ всего 30 секунд. сказать, когда мы пойдем на спад, на сегодняшний день еще невозможно. Поэтому я думаю, что если мы с вами встретимся через две недели на вопросе дня, то тогда мы сможем поговорить на эту тему. Хорошо, спасибо вам большое. Будьте здоровы, берегите себя. Как говорится, хочешь оставить память о себе для потомков, твори. Твори в Бендерах, потому что там опять стартует конкурс, причем конкурс, мне кажется, настолько интересный, настолько такая вот парадокс ситуации за то, что раньше можно было получить огромный штраф, за это сегодня можно стать героем, да, и войти, как говорится, оставить свой след на стене путепровода. Ну, наверное, уже бендерчане догадались, что речь идет о граффити, еще мурал называют по-другому, да, потому что одна часть путепровода в Бендерах в улице Комсомольская, это возле фабрики, в районе фабрики Флуари, в прошлом году ее уже разрисовали, если можно так сказать. И вот в этом году предлагают художникам, дизайнерам нарисовать, создать эскизы, отправить их в госадминистрацию, адрес электронной почты вы сейчас видите на экране, и вот туда нужно отправить все свои эскизы, какие есть наработки, и победитель, конечно, получит возможность творить и оставить свой след в истории города, и его будут видеть все, но есть, конечно, и требования. Итак, вот, например, категорически запрещено в эскизах какой-то даже намек на рекламу, не то чтобы открытая, и, естественно, никаких элементов насилия, расово-национальной или религиозной нетерпимости, ну и, конечно, обнаженное тело тоже под запретом. Раснюцев не будет. Нет, да, а вот красоту, конечно, граффити, вот насколько, Лида, тебе нравится граффити на улицах городов? Очень нравится, в восторге, и в Тирасполе тоже достаточно локаций, пусть не таких объемных, не таких больших, да, но вот это уже трендом становится, становится модой, потому что, во-первых, это и фотозона, и это искусство, как бы раньше к этому не относились, но это действительно искусство. Ну что ж, заявки принимают с 17 февраля по 17 марта, и свои работы можно отправить, когда мы говорили о том, что на электронный адрес ящик, вот мы еще раз его вам можем показать, и, конечно, держать связь с госадминистрацией Бендер, там, конечно, на сайте есть вся информация. А победителей ждет денежный приз, так что дерзайте. Это был вопрос дня. В студии для вас работали Виолетта Ганина, Лидия Солкуцан. Всего доброго. До свидания.